Возвращаюсь к теме больных груш. Про абрикоса с блеским блеском я рассказывал. Он в тени беседки, которая выросла, которая после него была, после этого абрикоса построена. Показывал пример. Совершенно здоровый груш. Даже пересаженная, ничего не случилось. Показывал грушу, которая после пересадки болеет. Ее надо было выбрасывать. А я жадный. Я, сами знаете, откуда с экриридной стороны приехал сюда. Конечно, пожалел. Вот результат. А помнится она, нет, 50 на 50. Вот сейчас я показываю еще пример. После, что эти хотя бы обе на солнце растут, та и та, и шикарная, то есть и совершенно здоровая, и больная, то здесь у меня не так. Вот. Рос, рос. И жердель выросла в огромное дерево. Та самая, которая дала 40 педер, а собрать остальные 5-10 педер мы просто не смогли. За один сезон, кстати. И постепенно, постепенно разрасталась, уходила во все стороны. И, наконец, своей шапкой накрыла грушу, которая раскладывала надалеко. Раз, два, три, пять метров. Казалось бы, на что особенно. Но, начало вставать в росте, попала в тень. Результат. За ей лет восемь, за эти годы, дала вон ту единственную грушку. Показать, вот. На взгляд, листьев, даже веточек. Вот. Есть вроде бы здоровые, а есть уже больные. Причина, ребята, ни в каких не в грибных болезни. Вот. Сколько болезней придумают, стоит вот так сфотографировать и отправить на крупные каналы, сколько болезней выдумано, а сколько десятков ядов, яда, химикатов и прочих. Я все говорю про подкормки, про профилактические, про все, про все, про все. Причина только одна. Ей здесь не место. Расслаблена подальше. Вот. Повезло вот этим абрикосам, малюткам. Вот они. Природство у них два метра. Видите? Два метра. Первый год, второй год, на третий год. Они не успели попасть. Их закрыло от солнца. Полдня солнца нет. Но абрикосы хитрые. У них мощный рост, они привиты на манджурцы. И вот природцы два метра. И лезут туда, на небо. И вот на небо лезут. И вот на небо лезут. Хотя, только полдня, начиная с середины дня, у них будет солнце. Вот. Но они дальше, и у них, они совершенно здоровые. Не верите? Смотрим сюда. Здоровые. Они совершенно здоровые. Так. Им не помешала дикая засуха, потому что их ни разу не полил. Но посаженные, это святое. На холмы. Видели? Видели? Как же получилось? Рядом груша больная. Еще раз. Она заболела, потому что она подавлена огромным жерделем, огромным абрикосом, который навис над ней. Здесь еще меньше солнца. Эти-то лезут к солнцу. Вон двухметровый прирост абрикосы. А ей не повезло. Вся причина, и вот. И я сто раз говорил, еще буду говорить, опрыскивайте, не опрыскивайте. В два раза вылезьте норму. Возьмите кредит, купите бочку, купите цистерну с ядом, поливайте каждый день. Ничего, кроме бреда, не принесут ваши обработки. Никогда. Вот. Возможно, та груша, вон она, так одной и останется. не годится никуда, приростов не дала. Разве это приросты? Когда садил, думал, будет очередное матчевое дерево, а тут весь прирост. Ну, примерно 15 сантиметров. Вот. А здесь и того нет. Вот так вот, Будем учиться вместе. И так, не верьте, не верьте, не верьте. Только вас пошлют в магазин за фунгицидами и прочей херней. Я так и говорю, за прочей херней. Я не оговорился. Вот. Не вздумайте. Берегите деньги, берегите здоровье свое. Берегите здоровье, плодородие, почвы. Ну, не повезло. Ну, нету места. Ну, вот пришлось. Вот смотрите, пройдемте немного, да? Вот. Вот он тоже на холму растет. Это тот самый жердерщик с Украины привез и привил. Низко-низко привил на мазульский абрикос. Видите? Такое ощущение, что прям чуть ли не в корневую, чуть ли не в корень привил. Корневую шейку. Вот это моя работа. Ну, и дальше. Ну, что ты скажешь? Я однажды взял, пригласил своего друга лесоруба. И только вот на этом участке 15 пней. Мощных, красивых пней. Вот. Некоторые пни возрождаются. Да, вот это тоже интересная тема. После этого был посажен. Смотрите. Где мог абрикос? Садил. Вот. Давайте по порядку. Вот тут только я позавчера снял пленку. Сергей тут как раз косил. видите. Вот. Я снял пленку. Это его прививки. Новая сорта. Ну, один не прижился. Отсюда видно. А два прижились. Так. Что за сорта узнаю потом. Дождусь по отношению. А сейчас я показываю то, что получилось. Ну, так получилось. Кстати, обратите внимание на все подряд. вы видите как он вот такая вот подстилка назовем ее. Как он вот такой вот мощный мощнейший дерновой слой. Вот. К сожалению, работать с ним невозможно. Одна спичка и поэтому приходится раскашивать. Хотя, если бы не бояться пожаров, пусть бы он оставался. Вот. Он не мешает. Единственное, мешает, знаете, когда мы косим, когда надо собирать плоды, потому что там не найдешь эти плоды. Уж больно он это, пушистый. Вот. И вот, смотрите, эти деревья я оставил, сильно подрезал. Ну, пусть это будет очередной фильм. Хотя уже, может быть, это будет второй полный фильм. Отдельно я поговорил про грушу, которую, чтобы не путали с грибными болезнями, то, что она в тени, и это вся ее беда. Вот. Это у меня роскошнейший академик. Бывший академик. Вот. Видите, как обрезано. Теперь он снова оброс. Оброс и обрастает. Вот. Вот это королевский. Смотрите внимательно. Вот. Только не думайте, что я делаю рано на кольцо. Подходим ближе. Нету ран на кольцо. Видите? Даже вот это. Вот. Я называю это мной придуманный термин. Обрезка на сучок. А вот эта вот ветка уже полусухая. И тогда, когда я буду отрезать ее целиком, вот тут никаких ран. Но это походу. Вот, кстати, вторая обрезка на кольцо. Я не болтун. Теперь мы смотрим. А это что такое? Откуда взялось? Я не садил. Манджурцы явные. Ну, правильно. Это пенечки остались от моей работы. От работы моего друга лесоруба. Вот. Пенечки остались. Надо было тогда до конца уничтожать. То есть вылазить надо резать, отрезать. Они же неубиваемые. понимаете? Вот этот убить не удалось, этот не удалось. Там поверьте пни. Не поверили. Смотрите. Видите? А этот откуда взялся? Это вот отсюда взялся. Вот смотрите. Видели? Неубиваемые. Вот это их прелесть. А когда говорят, что у меня погиб абрикос, а кто-то добавляет мазрушки или привит на мазуре, он весь мертвый, это сопревание. Вот убить абрикос физически невозможно. Его можно только сгноить. Снова пожалел этот абрикос. Смотрите. Вот я не стал его срезать. Он относительно болот. Ему лет 15 всего. Прекрасно плодоносит. И хотя я расчищал эту полянку для новых сортов, не поднялась рука. Я просто сказал другу Толя жиг и все. Толя занимался обрезкой намоложения несколько секунд. Никогда не делайте всякую эту, когда говорят, ой, не под тем углом, вы что, срочно убрать, вы что, обломится. Не обломится. А если обломится, ничего страшного. потому что, если мы 50 отрежем, хотя страшно обломится будет одного из 50, пусть одна из 50 обломается. Но вот этой херней уничтожать вот это все делать страшно радо я никогда не делаю. Итак, это была обрезка на омоложение. Вот, снова обрез, еще послужит лет 20. Еще одна обрезка на омоложение. Тоже рука не поднялась. Во-первых, смотрите внизу. Обрезка на сучок, обрезка по железу. Все эти новые термины, потому что кроме обрезки на кольцо подлой, предательской, никто ничего не предлагает. И обрезка на омоложение, видели? Вот теперь она восстановится, ой, какие они желучие. И у меня такого не было. Вот он растет, растет, и вот такой в возрасте раз, и умер. Никогда. Вот. Ладно. давайте еще похихикаем надо мной. Откуда ты вылез? Ну этот ладно, этот посадили. Вон бирочка новая, эта бирочка, это почерк моя любимая племянница этой невестки. Что здесь написано? 800 рублей Амур. Вот. Это значит, что год назад он был меньше два раза. Он стоил 800 рублей. Я его взял. Ну 800 рублей давать не стал. Это общий сад. Дальше значит сделал щельную обрезку. Видели? Кстати глупости, что можно хитро так отрезать, чтобы вот это было живо. Стоит только отрезать под любым углом. Все равно часть это гибнет. Отмерзает. Сибирь однако. И вот он стал. Ну приросты дал. Смотрите. Ну сколько сантиметров? 30 прирост там вообще 40 сантиметров. Он стал побольше. Теперь у нас с лишним амуром стало больше. Посадка на холм. А вот этот что там говорить стало как стало. Значит тут пень должен быть. Ищем. А вот он родной. Вот он. Дал ведра 20 я сказал себе вот смотрите что от них остается показать. Случайно под пилу не попал. А потом Илья его пожалел. Я не знаю что это за сорт. Тут не только вот этот я могу довести за положение. Ну по крайней мере голова не болит. Растет никому не мешает. Правильно? Пай я пересадил. Вот знаете такой выглядел не частенький корявенький. Ну не купили. Да и ладно. Вот я взял присадил вот опять почерк нашей милой этой чё еще племян не советую у меня их столько что я все путаюсь и так моя невестка Татьяна Александровна Железова вот ее почерк бай интересно даже цена может была а нет тоже продать не смогла я забрал вот видите что получается а это ну а что ты ему сробышь ну что не захотел погибать ну и пусть пока растет пока не мешает места там много вот это вот я годом раньше посадил ну что видели ему полтора года ох как они растут мощно здесь опять приколы посадил эту грушу но все казалось бы нормально да ё-моё а эти пни которые я уничтожил ну не повылазили вот вам жалуюсь вот и что теперь делать вы представляете как рука не поднимется их опять уничтожать но это законное место груши тут какое никакое хоть какой-то есть распланировка первый раз вам в этом году жалуюсь яблони тут на некоторых пересаженных уже яблочки были но дети не зря тут ходят а вот здесь вот опять посмотрите сюда там пень вот а здесь догадайтесь что пень а посмотрите какой лист благородный и у меня теперь желание да это законное место груши и наверняка какой-нибудь супер сорт я еще не занимаюсь ой абрикос а где груша то ё-моё а это прошли итак законный дар небес это незаконное вот который судя по качеству этих самых по качеству листьев не уступает так вот вот старина это амур еще один посмотрите не сдается и вот и не хватило мне сказать отрезай на уровне головы но не повернулось у меня это язык и вот он так теперь растет вот первый ярус вот второй ярус а здесь опять из пня вылез вот схожу вам вот так хожу и жалуюсь снова законный абрикос очень законный он на холму посажен а это что опять из пня и опять теперь я буду ждать плодоношение все рука не поднимется пока я не увижу чудо вот снова груша а нет все груша я про них вам уже надоел вот один из супер абрикосов знаете какой супер все казалось бы манчжуриц не привиты и попыток не делал каждый год менял окраску вот это тоже отдельная тема вот вы скажете вот что к железу ля-ля-ля-ля сам сделал двухметровый штамп да не делал я его сам сделал так у меня нет такой привычки вот видите сколько было мной уничтожено взрослых вот таких вот его кстати вот это вот его напарник их назвал сладкая парочка вот второй был уничтожен посмотрите что делается вот жалуюсь вам посадил грушу плохо пошла видите ну сидит никому не мешает но бывает неудача опять вот там вот если раскопать вот эту траву окажется там пень а это то что вылезло из поня вот так вот этот я не стал вырезать хотя он вроде бы диссонансом тут да потому что он молот 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 вот так вот ну где где меня еще черти не носили вот вот еще вот это абрикосик я посадил вот так все я туда не пойду не пойду я туда все давайте заканчиваем еще может угоститься вот этим яблочком вот вот эту яблоньку пыталась Таня продать за 1300 рублей а почему я ее отговорил а апорт кровокрасный я решил лишнее яблони не помешать и действительно только в этом году посадили смотрите прямо на пересаженном дереве мы имеем пусть небольшие они по идее то 5 раз больше ну пусть небольшие но без обмана апорт кровокрасный вот он вот так вот ну все надо закругляться все меня брат ругает зачем длинные фильмы никто их до конца досмотреть не может ну давайте какие-то выводы вот тень видите как жидко стал садить вот тень чуть ли не главный враг ведь все когда я смотрю придумали телеканал усадьба я их уважаю молодцы там такие девочки извините за выражение от старого этого самого мужчины 74 года такие девочки симпатичные как они рассказывают какие они милые какие они грамотные ну почему ты показываешь дерево которое у стены растет ведь там за стеной солнце ну ну что на этом закончить вот пока я ходил ходил вернулся с чего начал вот это яблони ой груша заговариваешь значит надо заканчивать вот там единственная игрушка висит вот вот так она выглядит посмотрите творить нечего был момент когда я хотел вот посмотрите видите отпилено это вот эта ветка абрикосовая прямо поперек висела поперек еще мысленно представьте себе метра два вот ее да какое два три вот видите рядом не отрезанная ветка а она длиной метров пять но это метра три она сильно мешала груши я сказал Толя отрезай отрезал но этого мало это надо было обе отрезать